Здравствуйте, это Актуальное интервью. Я Татьяна Черемкина. В студии директор Центра развития международного сотрудничества и полиязычного образования Казахского агротехнического университета Салтана Такимовна Мейрамова. Здравствуйте, Салтана Такимовна. С приездом вас. 2017 год для нашей Якутской сельхозакадемии – это первый год, когда она начала сотрудничество с зарубежными вузами. И вот Казахский агротехнический университет – первый вуз, с которым заключили договор. Расскажите, пожалуйста, о опыте вашего университета международного сотрудничества. Наш университет является первым университетом именно в аграрном направлении в Казахстане. Он основан в 1957 году, и в этом году, в 2017 году, мы будем праздновать 60-летний юбилей нашего университета. Значит, в нашем университете есть 9 факультетов, и студентов насчитывается более чем 11 тысяч. Вот в этом году у нас был очень хороший набор. Только в одном техническом факультете у нас обучаются 2,5 тысячи студентов. Далее, значит, наш университет сотрудничает более, значит, имеет подписанные договора, более 200 договоров международного о международном сотрудничестве в области образования и науки из 30 стран. И самые приоритетные страны – это США, вся Европа почти у нас представленная, и Восточная Азия. Значит, так как я являюсь директором Международного Центра развития международного сотрудничества полиязычного образования, значит, мы занимаемся, в первую очередь, вопросами академической мобильности и профессорского преподавательского состава, и студентов, магистрантов и докторантов, вот, и привлечением зарубежных профессоров на чтение в нашем университете. Значит, обучение в нашем университете проводится согласно кредитной технологии, уже где-то, наверное, у нас опыт в этом направлении последние 5, скажем, более 5 лет. И по новому направлению у нас студенты разделяются, то есть у нас есть 3 уровня образования – это бакалавриат, магистратура и докторантура. По бакалавриату у нас насчитывается 37 специальностей, по магистратуре у нас 31 специальность и докторантура – 14 специальностей. Самое интересное то, что совсем недавно мы начали процесс трансформации в научно-исследовательский университет. В этой трансформации нам помогают наши зарубежные вузы-партнеры, и самым первым стратегическим приоритетным партнером является университет Дэвис в Калифорнии. Значит, они нам помогают именно трансформироваться в научно-исследовательский университет. И под их руководством у нас разработаны 4 образовательные программы. Их эксперты приезжали к нам, исследовали наш университет во всех направлениях. И согласно их руководству разработаны программы, как я уже упомянула, и открыты новые лаборатории. Допустим, у нас в прошлом году открылась лаборатория по мясному производству, переработке. И молоко – это зеркальное отражение лаборатории в нашем университете-партнере. Далее специфика нашего университета – это полиязычное образование. Мы – это, скажем так, пилотная программа, которая начата в Республике Казахстан в 2012 году. Относительно недавно. Да, относительно, да, совсем недавно. И вот среди 200 университетов, которые начали эту программу внедрять у себя в университете, являемся мы. Значит, этот процесс у нас происходит довольно успешно, потому что на данный момент у нас по бакавариату 18 специальностей обучаются по этой новой программе, а вся магистратура и докторантура у нас с прошлого года переведена на полиязычное образование. Что значит полиязычное образование? Это то, что обучение на этих специальностях проводится на трех языках одновременно. То есть наша учебная образовательная программа или, скажем так, по-другому рабочий учебный план составлен таким образом, что в равных порциях у нас все дисциплины обучаются на трех языках, преподаются на трех языках. Это на государственном казахском языке, на русском языке и английском языке. Это говорит о том, что, скажем так, добрая половина, наверное, обучающихся владеют английским языком. Это говорит, а также о профессиональной компетенции наших преподавателей, потому что наши отечественные преподаватели преподают свои специальные дисциплины на английском языке. В этом вопросе мы, как Международный Центр, помогаем усовершенствовать иностранный язык, английский язык. Салтана Такимовна, у меня возникает вопрос. Соотношение у вас есть, наверное, бюджетные места, есть также и коммерческие места. Каково это соотношение в вашем ВУЗе? Ну, согласно линии Министерства образования и науки, значит, университеты у нас подразделяются на национальные и, скажем, обычные университеты. Согласно этому мы получаем определенное количество бюджетных мест, и студенты поступают на грантовые, скажем так, и также на платное обучение. Ну, я хочу сказать, что бюджетных мест у нас больше, чем коммерческих. Ну, это замечательно. У нас, например, с каждым годом уменьшается количество бюджетных мест во всех ВУЗах. Такая тенденция. Ясно. Но у нас, наоборот, сейчас стоит вопрос о уравнивании национальных и обычных ВУЗов, чтобы бюджетные места выделялись на одинаковой основе. И как бы прорабатывает этот вопрос. Я думаю, что на следующий год у нас будет больше бюджетных мест. Салтан Ахимбардан, вы сейчас с собой привезли 10 студентов, которые будут обучаться в Якутской сельхозакадемии до мая месяца. Это вот целый семестр. Кто эти студенты? Кто эти 10 человек? Смельчаки, скажем так. Вот выбрались же они именно Якутск, да? Ну, я хочу небольшую предысторию рассказать, как это начиналось, скажем так. Значит, вот пользуясь случаем, я хотела бы поблагодарить ректора данного университета, Ивана Ивановича Слепцова, который приехал с такой вот инициативой именно в наш университет. Из всех университетов он выбрал наш университет, чем мы очень, конечно, гордимся. Вот. И в июне 2016 года состоялась встреча с нашим руководством. Вот. И на этой встрече была достигнута договоренность и подписан договор о сотрудничестве в области образования и науки. И, естественно, прорабатывались вопросы академического обмена между преподавателями и студентами. Поэтому вот эта вот группа, это наша первая ласточка. Наши 10 студентов приехали в Якутскую сельскохозяйственную академию. И 10 студентов с этой академии приехали к нам в университет. Значит, наши студенты приехали на три факультета на обучение в один семестр. Это агротехнологический факультет, ветеринарная медицина, инженерный факультет. И идентичное направление, на идентичное направление приехали студенты данной академии. Вот. И я хотела бы еще сказать, что в нашем университете относительно науки, эта наука у нас на первом месте стоит, это, скажем так, самый, как говорится, ключевой приоритет в нашем университете. За последние пять лет, например, финансирование у нас увеличилось в шесть раз. Вот. И можно сказать, что 40% ППС, имеется профессорско-преподавательского состава, параллельно с преподаванием, или, скажем так, педагогической деятельностью, занимается наукой. Вот. И, значит, буквально недавно у нас открыты такие центры, как офис распространения знаний, школа теплительного хозяйства, офис коммерциализации. То есть мы можем сказать, что наш университет именно ориентирован не только на преподавательское деятельство, но и на именно развитие науки. То есть согласно требованиям АПК, это аграрно-промышленный комплекс. В большей степени все-таки ориентировано на науку, да? Да, в более степени на науку, потому что мы сейчас, как скажем так, в процессе трансформирования в научно-исследовательский университет. То есть получается, больше внимания уделяется развитию науки и увеличению количества магистратов и докторатов в нашем университете. Скажите, пожалуйста, как проходят адаптацию ваши студенты здесь в Якутске? Так, это буквально, можно сказать, что сегодня где-то, наверное, наш второй день. Вот, ну, как сказать, сама природа к нам благосклонна, потому что эти дни мороз здесь насчитывается, скажем так, в районе 26-28 градусов. Это, в принципе, нормально, потому что Астана – это северная столица республики Казахстан, а у нас бывает иногда, в принципе, вот максимум, наверное, 40-45 градусов. Вот, поэтому это градус для нас как бы нормальный. Поэтому студентам очень нравится. Вот только что буквально перед тем, как мы прийти сюда, мы посетили музей Якутской сокровищницы, и мы просто впечатлены тем, что мы увидели этим, какая богатая культура, традиции якутского народа. Вот, поэтому у нас все хорошо. В общежитии разместили студентов? Да, очень хорошо. Значит, нам выделили новую секцию, то есть совершенно, скажем, после ремонта условия идеальные. Ребята разместились так, как они хотели, по три, по два места в одной комнате. У них есть отдельный душ, отдельная кухня. Все хорошо. Да, то есть отличные условия, я скажу так. А скажите, наши студенты, они когда уже к вам прибыли туда? Они приехали чуть ранее, скажем так, вот буквально, если мы сегодня второй день здесь, то якутские студенты приехали нам 4-4 дня назад. У нас также была встреча с ректором, с проректорами, со всеми представителями нашего университета, точно так же, как вчера у нас была встреча с руководством данного университета. Студентов также разместили в нашей, выделили лучшие места в наших обшитиях. Деканы, факультеты провели с ними экскурсию по университету, показали все наши лучшие лаборатории и учебные классы. Их зачислили, уже изданы приказы о зачислении якутских студентов нашей факультеты. И вот у них уже процесс полностью начался. Единственная разница в том, что наши студенты, например, обучаются 5 раз в неделю, и у нас занятие, одно занятие идет 50 минут, согласно кредитной технологии, один час как 50 минут, то здесь обучение идет по линейной, линейной или, скажем так, рейтингово-обальной системе, а здесь наши студенты будут обучаться 6 раз в неделю, и лекция или, скажем, занятие у них длится 120 минут. Да, это так. Вот это у нас разница. Скажите, пожалуйста, насколько популярно в Казахстане агротехническое образование на сегодняшний день? Надо сказать, что сейчас аграрное направление – это очень приоритетное направление, согласно политике нашего руководства, имеется до государства. Поэтому техническим, агротехническим и, естественно, наукам отдается приоритетное, скажем так, внимание. И они сейчас, так сказать, все ориентировано на развитие вот этих данных направлений, поэтому с каждым годом поступление студентов в наш университет растет, увеличивается. Вот я вот говорю, только на техническом факультете в этом году более 2000 студентов обучаются. При поступлении, наверное, конкурс очень большой, да, на все эти факультеты? Да, в этом году был очень большой. То есть заметно, что многие студенты выбирают именно наш университет, потому что надо отдать должное, что именно учебный процесс в нашем университете, именно по отзывам студентов, по интернету, идет как самый лучший. Я благодарю вас за это интервью. Желаем вам, вашим студентам, удачи. Редактор субтитров А.Семкин